У нас последний доклад. Уникальная интеграция Bittrex 24 1S Backoffice. Давайте я, наверное, представлю. Это наш разработчик. Он не пишет никогда. Скромный парень. Александр Денисюк. Это наш разработчик 1S. Фактически эти сценарии, которые мы сегодня будем представлять, были условно реализованы им. Я пришел, как всегда, с гиблоидеей, на которую обычно все говорят, что это невозможно сделать. У Саши вообще ни такого слова невозможно. Если даже он говорит, что это нереально, через два дня приходит, говорит, я в принципе нашел способ, как это сделать. Прекрасно с ним работать. И вот мы сегодня представим наших два решения. Не хочет рассказывать. Всем привет. Сейчас мы поговорим о новом модуле, который утром Сергей Рыжков показывал, демонстрировали, как это все работает. Сейчас мы расскажем более подробно, что он себя представляет и расскажем два кейса, которых в них реализованы. Утром был показан только один кейс. Мы расскажем, какой второй кейс и вообще, как все это настраивается и как это все это выглядит. Вкратце о модуле новом, уникальном. В нем есть два кейса. Первый кейс, который уже все утром видели, это возможность работы с 1С и с B324. Второй кейс – это реестр документов. Ну давай я буду бизнесового добавлять, потому что иначе по кейсам даже я не понимаю, про чем мы говорим. Первый кейс очень простой. Это когда менеджер реально имеет доступ к CRM, и нужно выписывать некие документы. Но нет специального какого-то менеджера, нет какой-то бухгалтерии специальной, которая всем этим занимается. Менеджер должен сам это сделать, а делать сложную интеграцию с 1С всегда сложно, потому что ее всегда кастомизируют, она всегда перепиленная, у него все какие-то сложные процессы происходят, и начинаются какие-то сложности, подводные камни. Мы же делаем так, открывая ее внутри, прям B324, что нет никакой там сложной интеграции, и вы полностью работаете в 1С внутри B324 и получаете документы внутрь. Потому что самая главная задача B324 – не выписать документ внутри B324, а этот документ отправить клиенту, прокоммуницировать, получить какой-то результат по этому документу и так далее, и так далее, и так далее. Это первый сценарий. Второй сценарий – это так называемый реестр документов. Это когда компания работает по аутсорсовой схеме. Вот я работаю с кнопкой, вернее, не я, жена моя работает с кнопкой, я вижу, как происходит ситуация. Кнопка не дает доступ к 1С. То есть они говорят, не, мы же отвечаем за все. Все, какой вам доступ, вы издеваетесь. Нам не важно, разбираетесь вы или нет, не получите вы доступ. Происходит ситуация, у них есть чат, в который вы пишете, там условно, девчата, мне нужен счет, кидаете им доковский документ, и они выписывают все документы. Но теперь этот документ хочется как-то быстро получить, и не просто получить, а чтобы он автоматически привязался к нужному клиенту. И вот получается этот сценарий идеальный. Вы пишете в кнопку или там в 1С бухобслуживание что-то, Мария Ивановна, документ, хочу, вот тебе реквизиты, давай. Туда ставится специальная обработка, которую они, в принципе, годово легко поставить. Они достаточно гибкие ребята, что бухобслуживание, что кнопка. Ставится эта обработка, мы с ними договоримся. И дальше работает схема так. Мария Ивановна выписала документ, ты заходишь, нажимаешь кнопочку, хочу получить реестр, видишь этот документ и забираешь его просто, привязывая его к нужной сделке. Да вообще не имея доступа никакой 1С и не касаясь ничего вообще руками. А теперь уже поподробнее. А сейчас поподробнее мы о первом кейсе работы с 1С и с B324. Когда ставится приложение B324 и когда настраивается в 1С, появляется кнопка в ряде сущностей. В ледах, в компаниях, в контактах, сделках. Кнопка 1С, в которой отображается список всех документов. В зависимости от конфигурации 1С список бывает разный, потому что эти настройки импортируются из 1С и в зависимости от того, какой документ здесь выбран, такое на слайдере и откроется. И на самом деле этим списком дальше можно будет тоже регулировать. Вот там будет видеоролик, мы дальше покажем, что и его можно дальше поменять, чтобы менеджеру был доступен не весь список, который Саша отдает из 1С, а только, например, два документа, которым у меня есть доступ, который я могу выписывать. Зачем мне весь список показывать? Да, далее будет еще отдельный пункт, как это все настраивается. И там будет все подробно рассказано, какие настройки есть в B324 в приложении, какие в 1С. В данном случае видно, что открылся слайдер с документом, который был выбран. В данном случае это у нас счет на оплату. В принципе, когда у нас вызывается этот слайдер, у нас автоматически приходит контрагент из B24 в 1С. И когда создается документ, этот слайдер открывается, просто выбирается, начинаете печатать его название, и он автоматически подставляется. Если же хотите открыть слайдер из лида, в которых нет контакта, то на основании контакта создастся контрагент в 1С. Соответственно, этот контрагент еще придет в B24 и привяжется к этому лиду. В 1С будет контрагент и сможете спокойно создать документ. И когда вы запишете документ или его проведете и запишете, то у вас в сущности вызываемость, которая вызывалась у вас, создастся новое дело, привяжется в таймлайне. Причем это дело будет обновляться. То есть если вы потом документ обновите, то он автоматически обновится его дата последнего изменения. Более того, то, что как тоже показывали, можно эту сущность и также делать печатную форму и экспортировать ее в таймлайн. Это очень удобно, потому что очень часто реквизиты наиболее актуальны, они хранятся в 1С. Причем в 1С можно подбружать с реестра игры. Игры, возможно, не изменяет. То есть там классификаторы, кладеры, все это есть, и поэтому наиболее правильные печатные формы в 1С. И появляется возможность эти печатные формы генерировать не на стороне B24, а на стороне 1С. И, соответственно, привязывать их точно так же в таймлайн сущности, из которой это вызывается. Ну и не только привязывать, главное отправлять их. Потому что тот же, например, Bittrex умеет что-то сделать с отправкой. Здесь вот как раз видеоролик запускается. Я закажу просто в сделку. Появилась кнопочка, про которую говорит Саша. Тут список документов ограниченный. Мы там дальше покажем, как его ограничить. Я выбираю стандартную реализацию. Запускается 1С. Блин, зараз, долго запускается пока. Но мы разговаривали с 1С. Они обещают нам что-нибудь помочь с этим делом, чтобы побыстрее запускалась она. А то там нас скорость не устраивает. Нам секунду надо, она 4 запускается. Дальше выбираю товары, которые… Это вот бухгалтерия на данный момент времени. Я выбираю нужные товары и делаю запись документа. Отправляю печатные формы. Печатных форм можно отправить сразу много. То есть если это полный пакет документов, я не знаю, там торг-12, акт выполненных работ, там транспортная накладная и еще что-то, вы можете общую пачку сделать. Я собираю все документы, которые нужны, делаю выгрузку в сам Bitrix24, формы улетают. Формы, естественно, не обновляются. Если я что-то заменю в документе, то форма не обновится. Ее нужно будет заново перегенерировать. Но это, в принципе, и хорошо, потому что вы увидите, какие были изменения внутри компании. А вот сделку я могу открыть вот так без проблем и исправить ее без проблем. То есть я ее исправил, она заапдейтилась, дата поменялась, она опять вверх всплыла по таймлайну, и я постоянно могу видеть актуальные какое-то изменение. И я могу ее спокойно отправить в письме. А вы знаете, да, что Bitrix отправляет свое письмо, его маркирует, и мы даже знаем, когда его человек реально откроет. Особенно клево в кейсе строить, когда там робот отработал, звонок сразу соединился, и ты такой звонишь, и вот Саше я отправил письмо, такой, Саш, ну ты же уже документ посмотрел, ты же его сегодня оплатишь. А он уже выходом у него, он хочет уже оплатить. Поэтому вот это самая главная задача CRM, делать вот такую магию, отправляя эту информацию клиентам и делая коммуникационную возможность, а документами пусть 1С занимается. Следующий. Идем дальше. Далее поговорим о втором кейсе реестр документов. Тут довольно-таки все еще проще на самом деле. Когда ставится модуль, появляется, соответственно, кнопка в реестр в печатной форме. Причем она реализована в универсальной форме, где печатаются печатные формы, поэтому в любой печатный документ, даже если его сделать новый, то в принципе эта кнопка будет. И бухгалтер, работая в 1С, просто нажимает кнопку в реестр. Когда он попадает в эту кнопку, то менеджер, который работает в Bittrex 24, нажимает также кнопки там в подашке, где 1С, там есть, помимо документов, есть еще пункт реестр документов. Вы, наверное, видели уже. Нажимая его, с 1С приходит список этих документов, реестров, которые сделал бухгалтер. Менеджер выбирает документ, который ему нужен, нажимает сохранить, и они цепляются в таймлайн. Причем такая штука. Если контрагент засинхронизирован с B24, то отобразятся только те печатные формы, которые относятся к этому контрагенту, с которым вызывается сущность. Если же не засинхронизирован, то будут все печатные формы, которые не были еще выгружены в Bittrex 24. То есть это фактически два клиентских кейса. Когда у вас уже есть контрагент внутри Bittrex 24, вы не просто кинули вот этот вордовский файл с реквизитами компании, на которую нужен счет, а сначала забили у себя. То есть вы открываете контрагента, создаете нового контрагента, как-то его называете внутри Bittrex 24, неважно. Потом нажимаете реестр, видите весь список и забираете из списка конкретных контрагентов. Название, скорее всего, может не совпасть. Либо сценарий, когда у вас контрагент уже был, и вы просто открываете реестр и видите только те документы, которые для конкретного контрагента сделаны. Но и Саша еще не сказал об интересной особенности, умолчал, что в принципе забрать-то можно не только документ, любой отчет. То есть мы условно, нам нужен некий там акт или еще какая-то информация. Опять пишем в кнопку, говорим, ребят, ну там мне вот это надо, вот это, вот это. Они все это готовят, бах, это все попадает в реестр, и мы это все можем вытащить. Самое главное, чтобы эта точка касания внутри 1С могла формировать вот так называемую выгрузку в реестр, умела формировать вот эти документы PDF и так далее. Если эта точка внутри есть, то Сашина кнопочка там теоретически будет и отдаст эти документы. Но он меня поправит, если я обшибся. Нет, все верно. Главное, чтобы когда делается печатная форма, она делается через типовые механизмы библиотеки стандартных по систем 1С. Если используется них, то как раз-таки эта кнопочка будет на этой форме и любую печатную форму можно будет экспортировать в реестр и оттуда выгрузить в BITR24. Но когда выгружается, вот тут видно, что печатная форма. Так, ну тут сейчас пример, как это все выглядит. Ну вот та же самая сделочка, я в нее захожу, вернее, я пошел, как вот я Мария Ивановна, я пошел в 1С, я создаю накладную. Я создал некую накладную, мне сбросили по чатику там той же кнопки или там бухобслуживанию, сбросили, что мне нужно сделать документ. Я пошел, документ сделал, подготовил, в реестр выгрузил. Все, Саша сейчас это получит в своем BITR24 как менеджер BITR24. Все, я как Мария Ивановна свою работу выполнил. 1С ко мне больше не нужна. Сейчас я третий документ добавлю. Третью печатную форму. Напрягает вот меня, вот напрягает работать, заставляет. Хам. Все, выполнил я работу. Закрываю эту штуку, иду обратно в BITR24. Здесь контрагент у меня хоть был созданный, но я не делал… А, не, ой, отлично, я здесь вообще создаю контрагента. Вот я Ольгу Рогову создал, сделка новая, загорелся счетчик. Я захожу в реестр и вижу список документов. Ну, в данном случае будет только одна, потому что здесь реестр пустой. Но я увижу все три документа, я могу не все выбрать. То есть реестр на самом деле может содержать много разных документов, которые уже подготовила кнопка или там бухобслуживание для вас. Это могут быть разные контрагенты. Вы выбираете сами как человек, выбираете только те документы, которые соответствуют вот вашей конкретной сделке. Я забрал, например, документы на фирму, там, рога и копыта, а у меня еще копыта и рога, отдельная фирма, там тоже какие-то набор документов есть. Они лежат дальше в реестре, пока я их не заберу. Как только с реестра документы забрали, они автоматически исчезают и привязываются к конкретной сделке или конкретному лиду. Дальше я с ними могу работать. Если нужно что-то будет изменить, я опять пишу Марь Ивановне, говорю, Марь Ивановна, блин, в счетик нужно еще одну позицию. Марь Ивановна счетик меняет, у меня автоматом приходит новая форма печатная, я ее отправляю клиенту. Дальше работаю внутри Bitrix24. И тут вопрос, мне многие спрашивали, как он ставится в Bitrix24 и как вообще все это устроено. Самое первое, что нужно сделать, это нужно поставить приложение в самом Bitrix24. У нас специально для этого модуля реализовали специальное приложение, которое именно настраивается, которое интегрирует эту кнопку 1С. Это приложение можно поставить с раздела 1С плюс 2 на Bitrix24. Там как раз появился новый блок 1С бэк офис. Когда он белый, значит не было ни разу подключений к 1С. Когда он становится желтым, значит то, что как минимум одна настолька засинхронизирована с этим порталом. Когда нажимаете на этот блок, там у вас будет предложено установить этот модуль, если он не установлен, или же будет порядок установки отображен. Причем на первом пункте указано, что нужно скачать модуль Bitrix24 для 1С. Сам модуль 1С реализован на технологии расширений. То есть ставится он не изменяя конфигурации 1С. Не нужно заходить в конфигуратор. Ставить его можно обычно от режима 1С предприятия. По той ссылке скачивается обработка установщик универсальный, который запускается в 1С и сам модуль определяет, какая у вас конфигурация, подходит она или не подходит. Есть ли модуль для этой конфигурации или нет. Подходит ли версия платформы, релиз конфигурации. Также там отображается список изменений, если у вас версия более старая. Но если версии не было или нужно обновить ее, то в монопольном режиме нажимаете кнопку установить, и у вас модуль установится. И сам клиент перезапустится, и у вас уже появится раздел 1С и Bitrix24, в которых делаются уже сами конкретные настройки. Саша скромничает. Самая большая проблема в установке, мы как установщик и Bitrix24 ни черта не разбираемся на самом деле в 1С. И вот эта вот новая схема сделана так, что я нифига не разбираюсь в 1С, закачиваю вот эту штуку, запускаю простыми способами, не являясь там каким-то супер администратором и не разбираясь в конфигураторе, нажимаю одну кнопочку, система полностью анализируется, подходит ли мне этот модуль или не подходит, и автоматом устанавливается. Тем самым мне вообще особо какого-то доступа к 1С не надо, мне не нужно обладать какими-то супер знаниями. Все выполнит Саша, если плохо выполнит, его поругаем. В конечном итоге, если выполнит хорошо, что все будет настроено, и вам останется только прописать вот этот ключ, который был показан на неком шаге. Этот ключик сюда прописывается и указывается портал, на который вы стучитесь. Да, есть такая особенность, что для этого модуля необходимо, чтобы база 1С была опубликована в вебе. Это связано с тем, что у нас, во-первых, в слайде открывается сама 1С, и также у нас используются веб-сервисы, которые в одном случае получают список документов или получаем саму печатную форму, или же мы отправляем контрагентов во время, когда открывается слайдер. То есть получается, что она будет работать, хорошо будет работать в облаке, потому что в облаке уже и так она опубликована во всех облаках, кроме на текущий момент 1С фреша, потому что у 1С фреша есть некоторые технические сложности именно с расширениями, которые расширяют данные, то есть с этими облаками. И также, если нужна будет сфера, то нужно будет опубликовывать. Причем здесь нужно указать адрес в вебе, логин и пароль, пользователь, под которым будет работать сам веб-сервис. У пользователей необходим только доступ к внешнему подключению. Больше, в принципе, каких прав для пользователей для работы с сервисом с веб-сервисами не надо. Также там еще дополнительные настройки есть. Они по умолчанию стоят. Как сопоставляется контрагента. То есть у нас есть такая возможность, что если мы вызываем со сделки или следа, у нас контрагенты могут автоматически выгружаться в 1С. В данном случае тут ставится критерий, по которому у нас идет поиск контрагентов, чтобы не было дублей. Там можно искать по e-mail, по ИНН, по телефону. И также ставится соответствие. То есть в зависимости от шаблона компании или контакта, какой вид контрагента должен создаваться в 1С. Ерлицо, физлицо, ипшник. То есть это все настройки. По факту получается, что обязательно настройки это токен, по которому работает REST, адрес до сайта, логин и пароль, по которому работает веб-сервис. В принципе, остальные настройки они по умолчанию дефолтные. Ну, фактически мы, как установщики и настройщики Bitrix24, все эти параметры точно знаем, потому что они в основном касаются Bitrix24 или Bitrix24 получаются. И очень легко будет это все настраивать. И следующий слайдик. Сейчас докажу. Более того, когда указан токен, все настройки, которые подопределенные, то есть список документов по умолчанию, они, то же самое вот эти настройки, они все выгружаются на портале, они там хранятся в самих встроенных настройках, чтобы потом больше не обращаться к одиннадцать, чтобы не нужно было настроиться со стороны Bitrix24. С самой же стороны Bitrix24 у нас ставится, как говорил, приложение, которое это работает, и также в нем есть дополнительные настройки. То есть они по умолчанию, они приходят с одиннадцки, то есть показаны, какие документы по умолчанию не отображать. Логин-пароль вообще не заполнено, потому что при первом открытии слайдера он скажет какой, видите логин-пароль, потом его сохраняет, здесь его можно изменить. Также в этом списке можно изменить сам список документов, какой отображается. Причем он настраивается в разрезе каждого пользователя, и логин и пароль точно так же в разрезе каждого пользователя. То есть некоторым менеджерам удобно работать с одним документом. Кто-то там с тремя, кто-то со всеми. То есть все это настраивается в этом приложении. Вот и далее. То есть если я менеджер, который условно работает только с документом, там выписывает счета, то я получу только счета и буду их выписывать. Это у нас как раз настройка показана в реальном режиме времени. Наши три пункта. Настройка показана, скриншот, как он настраивается в 1С. На самом деле Саша говорил, рассказывал это много, но настройка там просто указать портал и указать логин с паролем. Больше ничего не надо. Копируете ключ, указываете в 1С и все начинает работать. Попадаете сюда, выбираете те документы, которые нужны. Здесь выгружен небольшой список. Это бухгалтерия, насколько снималась? С бухгалтерии снималась. Мы выставляем тот список документов, с которым хочет работать менеджер. Я вот здесь что-то изменил на картинках, что-то убрал, что-то добавил. Сохраняем и все. Я этот список вижу внутри Bitrix24, внутри сделок. Мы сейчас уйдем в сделки. И покажем, что в этом списке произошли изменения этих документов. Вот входим в сделочку. И список изменился. В принципе, эта штука теперь работает, и партнеры могут встраиваться по данной технологии в любую другую систему, не обязательно 1С. Мы сделали новое место в стройке, появилась новая дополнительная API. Можно обратиться к Сергею Острикову. Он здесь есть. Кто из партнеров интересуется, вы можете примерно такую же схему делать для других совершенно систем, не обязательно, что это 1С. 1С у нас сделан из-за того, что оно просто в России больше всего потребляется, но в принципе есть другие системы, с которыми люди тоже работают. поддерживаться будет для двух на первом этапе, и потом для УТ-11, примерно же это время, но там на неделю на работе. Ну, список документов другой только будет. Да, там список документов другой. Ну, там контрагент чуть по-другому будет создаваться, но не суть. В принципе, тоже довольно-таки быстро. На первом этапе у нас будет управление торговли и редакции, управление нашей фирмой и редакции 1.6, бухгалтерия предприятий и редакции 3.0, и управление торговли и редакции 1.0. Все, конечно же, будет на последних релизах. И на последнее хотим сказать, какие же преимущества этого модуля. Как вы заметили, на самом деле тут простое подключение. То есть делали максимально простым. То есть со стороны B24 нужен только токен, приложение все ставится, модуль ставится, все нужно ввести 4 параметра. То есть настраивать тоже довольно-таки просто. Просто эксплуатировать, потому что у вас в сущности которых, или идея, компания, контакте, или сделки, у вас просто есть кнопка, как с выпадашки, где вы сами выбираете документ, который нужно сделать. Или же получить реестр документов. То есть как бы никуда больше ходить не надо, потому что в той сущности, которой надо. Но и само собой так же упрощает работу, это работа с одного окна. Вам не нужно заходить в 1С, туда переключать табами разные окна. Вы все можете делать из B24, причем вам не нужно указать логин и пароль. То есть вы нажали на кнопку, у вас открыл сама 1С, у вас автоматически авторезерваль, автоматически вы авторизовались, работу сделали, документ сохранили, и у вас он автоматически уже привязался к сущности, из которой вы это вызывали. И в дальнейшем вы можете его повторно открыть из сделки, или же напечатать, сделать печатную форму для клиентов, не используя генератор документов, который печатает формы по конструктору. То есть как бы… Сейчас будут митинг-поинты, у вас есть уникальная возможность с Сашей пообщаться, он все знает про 1С и как она работает в связке с B2X24, не только с B2X24. И вы можете попросить какие-то вещи, которые вы хотите, чтобы давно появились в продукте. Саша хорошо прислушивается, и очень быстро появляются многие нововведения. У вас прям есть уникальная возможность. Сейчас будут митинг-поинты. Спасибо всем. Если есть вопросы, мы готовы ответить. Вопросы задавайте. У меня два вопроса. ИТС-ка нужна активная? Нет, не надо. И второй вопрос. Где генерируются номера документов? Вадим, на этом случае. В битриксе или 1С-ке? У нас получается, что открывается окно с документами, и все нумерации генерируются со стороны 1С. То есть получается, что со стороны 1С. Очень интересно. Сегодня было показано, что несколько воронок появляется в битрикс. Соответственно, рекомендуют их использовать в случае интеграции с 1С. Но, правда, другая форма обмена, которая загружает документы и товары. Как связывать несколько воронок с одной базой 1С правильно? Хороший вопрос. На текущий момент реализован так, как реализован на текущий РЕСТ предоставляет. Насколько я знаю, сейчас информации по новому РЕСТу пока он не обновлялся. И на текущий момент только получается, что выгружается только в определенное направление. Если с 1С сделан заказ, то он выгружается в сделку ту, в которой было указано направление в свойстве заказа. Или если у НФ, то в виде заказа тогда. А если же он создан был, сделка первоначально в B24, то он придет как в заказ, и потом уже сама направление меняться не будет. И получается, что… Но направление может измениться у сделок. Если поменяется направление у сделок, в принципе, то, что Саша говорит, это просто смена урла внутри. Мы попробуем сделать перепривязку и дальше будем развивать. Если идея полетит и все будет хорошо работать, мы, в принципе, вот эти некоторые нюансы, которые связаны с РЕСТом, я думаю, с разрешения Юрия Тушинского быстренько поправим. То есть это не такая несерьезная проблема. Это мы можем внутри продукта сделать. Есть вопросы, то есть как двойную работу не делать, соответственно, и в 1С, и в Bittrex, чтобы статусы перемещались. Так у вас же не будет никакой двойной работы. Вы не работаете внутри Bittrex, а вы внутри Bittrex занимаетесь коммуникациями. Работаете внутри 1С. Вот этот сценарий-то и сделан для того, чтобы вы не работали в двух местах, чтобы не делалась сложная интеграция, не было дубликатов документов, не было синхронизации статусов и всего остального. Ну, это не совсем схема про интернет-магазин. Все-таки это для работы в 1С. Ну, еще раз, это вообще схема, не про интернет-магазин. Про интернет-магазин лучше мы с вами отдельно поговорим. Я хотел уточнить насчет реестра. Вы показывали реестр, который можно загрузить от неизвестного контрагента из 1С, когда приходит. Я там не увидел название контрагента. То есть реестр был там, номер документа. Там, кстати, с одной стороны название печатной формы, а справа там как раз таки будет название контрагента. И рядом с выбором, куда загружать, не загружать. То есть он там будет отражать. Да, там есть. И второй маленький вопрос. Я правильно понимаю, что это можно прийти домой сегодня уже и тестировать? Это есть, работает. Смотрите, тут проблема в том, что эти модули уже все готовы, протестированы. Единственный момент в том, что пока что нет обновления B24 с генерацией этой кнопки. Оно должно быть в ближайшем будущем. Мы просто приурочили обновление этой штуки, приурочили полностью к переделке раздела. Там 1С раздел привели тоже в общую какую-то схему такую новую, вот эту вот интеграционную возможность добавили. И он будет выпущен потихонечку, вот как было раскатано. Сегодня на слайде Сергей показывал, когда планируется 1С, и можно слайд поднять презентацией. Там было указано примерные сроки, когда это выйдет. Да, вот была весна указана, значит весной выйдет. Здравствуйте, Александр, еще раз. Вопрос. А вот, допустим, мы в сделке делаем… Она никак не загрузится, потому что здесь нет прямой связи как таковой. Но у вас же доступ есть к 1С. Вы же можете зайти посмотреть. А как пересчитается стоимость сделки? Она создастся или надо будет руками делать? Если, допустим, я делаю счет через интеграцию в 1С к сделке. Смотрите, данном случае, когда создается из 1С, у вас не цепляется сама стоимость сделки, потому что у вас может быть с одной сделки 5 или 6 заказов. И непонятно, какие заказы по контрагенту относятся именно к конкретной сделке. Поэтому была такая идея тащить сумму заказа сразу, чтобы она отображалась. Но в некоторых кейсах это просто не будет работать. Ребята, еще раз. Эта схема работает для тех компаний, которые занимаются не вот такими сложными интеграциями. Все-таки нужно разграничивать. Есть нормальная интеграция полноценная, которая занимается синхронизацией документов и данных внутри синхронизации. А есть кейс, когда людям нужно работать по принципу, вот как с кнопкой или с 1С бухобслуживания на аутсорсе, либо вот в таком схеме, когда мне нужно выписать счет и просто этот счет коммуницировать и отправлять клиенту. Не требуется вот таких вот сложных взаимодействий. Я не слежу за 1С кой дальше. Там либо есть отдельный бухгалтер, который за ней следит, а я как менеджер просто генерирую набор документов, которыми обмениваюсь с клиентом. И мне их либо готовят, либо я их сам готовлю, потому что нет специального человека. То есть если вам нужна сложная схема с синхронизацией статуса, с получением данных оплатили-не оплатили и так далее, это уже просто не про эту схему. Вот такой раздел нужно понимать. Тогда могу ли я сделать, допустим, счет в битриксе, так, чтобы он улетел обменом стандартным в 1С, а закрывашки сделать через вот этот модуль? Да, пожалуйста, если вам не требуется вот этот счет продублировать внутри 1С и вам не нужно его выписывать. Но он уже не прилетит. Смотрите, вы делаете опять какую-то сложную конфигурацию. Зачем тогда делать вот эту вот завязку, вот такую сложную, через что-то синхронизировать? Выписать сразу? Чтобы менеджер получил себе быстренько акты закрывашки и отправил через битрикс, а не через другой интерфейс. Ну и отлично. Счет выписал внутри и отправил. Смотрите, вот в данном случае… Еще раз. Зачем бухгалтеру передавать это, если вы имеете доступ к 1С? У меня нет права. Все, нет прав. Вы и сейчас как-то передаете эту информацию. Я в делку набираю товар. Ну еще раз. Вы взрослый, значит, у есть другая интеграция, которая позволяет все это сделать. Она сложнее настраивается. Нет, это вот именно для тех, кому не нужно вот такие сложные взаимодействия. Когда вы просто работаете… Это другой сценарий. Я все понимаю. Но это тогда… Вот это то же самое, говорит девушка. Эта схема другая. Это другой сценарий. Зачем нагружать этот сценарий, который не требует таких сложных взаимодействий? Этот сценарий простой. У меня есть доступ в 1С, и я могу в ней выписать документы. У меня она кастомизирована. Я ее никогда в жизни не засинхронизирую. Вы просто модуль мне не напишите как партнера, либо это мне 100-500 денег будет стоить, и я просто их не заплачу. Либо у меня вообще нет доступа к 1С, и я условно с вами почтой обмениваюсь, как с 1С боксовым обслуживанием, либо через их чатик, как в кнопке. Все. Этот сценарий именно для таких компаний. Легкая интеграция, когда они не могут оплатить сложную интеграцию с нами, и не могут оплатить партнера за 500 тысяч, сделать крутую интеграцию. Либо это все-таки интеграция через нормальный взрослый модуль, где есть обмен, где есть какие-то вещи сложные, статусы и так далее, и так далее. Тут нужно просто понимать, что есть вот раздел. Причем в новом модуле там все в реалтайме подать, и там точно так же можно сделать печатную форму, эту печатную форму выгрузить в сущность, которая выгрузилась, что в принципе то же самое, что здесь и есть. Просто здесь разные кейсы. Это для маленьких компаний, так сказать, в которых в принципе не нужно, там грейд, которые не нужно в этом сложно наставить, потому что модуль синхронизации, он там синхронизирует практически весь CRM, сейчас интернет-магазин будет синхронизироваться, контрагент синхронизируется. Довольно-таки это сложно. А здесь как бы максимально просто и для маленьких. Тут все-таки говорится о компаниях, у которых счетов не так много. Ну вот условно, даже если это B2B бизнес, они там генерируют в день, ну там 3, 5, 10 сделок. Они руками их отслеживают. Хотя мы этот кейс обкатывали на калининградской металлургической компании большой, у них 150 сделок в день, и они с удовольствием забирали этот модуль, и работали с ним, и заставляли менеджеров руками все это отслеживать. Только по одной причине. У них такая перепиленная конфигурация, что когда им сделали калькуляцию, сколько будет сделать нормальную интеграцию, они сказали, до свидания, я трех менеджеров поставлю, 10 лет будут пахать день и ночь, переписывая это руками. Все, это дешевле просто обходится. Поэтому эта схема вот именно для такой ситуации. Или сложная перепиленная конфигурация, либо маленькая компания, которым просто не требуется сложный бизнес-процесс внутри 1С. Надо посмотреть, будет работать. Единственный момент, что может быть проблемы со сделками, потому что если вы идете в сделку существующую, создадите заказ из фрейма, то у вас создадится еще одна сделка. Если другая, то спокойно будет. Единственная проблема в том, что если вы сделки делаете сделку. Будет проблема. А если вы в сделку тогда по контрагентам будут? Смотрите, если вы зайдете в сделку и на основе сделки делаете выпадашку и там сделаете заказ, то у вас с другого модуля автоматом в реал-тайме попадет, создастся еще одна сделка, в которой будет этот контрагент. Получается, да, вот именно со сделкой будет. Акты накладные можно. Вы, кстати, да, можете ограничивать. Вот это, кстати, хорошая идея, Саша сказал. Вы можете ограничивать набором документов. Тогда часть документов будет идти через модуль сложный, например, а часть документов по-простому. Тогда теоретически два будут модуля, не мешая друг другу работать. Адуки все в одном клейке есть. Александр, а DNS какая же раз? Заново запускается? В данном случае, на текущий момент, да. Мы думаем, как сделать так, чтобы она не запускалась, и тогда вообще будет мгновенно работать. Со стороны DNS мы нашли решение, со стороны B324 пока еще ищем. А сеанс, вот когда мы убираем, DNS остается? Смотрите, когда убираете это, то сеанс пропадает, лицензия освобождается. А, освобождается. Там там модуля открыт. Что есть? В смысле модуля. А, код, конечно, открыт. Тут как бы мы ничего не блокируем. И модули уже можно скачать. У Сергея на слайде была ссылочка. Он про нее не сказал просто, из-за того, что B324. Она не замазана. Она на сайте была опубликована. По ней можно перейти, уже доступные модули скачать, посмотреть. Для торговли пока нет. Ну, торговли, Саша сказал же, 2-3 недели. Нет, на самом деле, если честно, пока они закрыты, мне нужно зайти до ноутбука, нажать на флажок поставить, чтобы они открылись именно вот на этом. Мы вам ноутбук принесем. Мы вам ноутбук принесем. У меня есть ноутбук, но я вот, когда приду в номер, я поставлю флажок. Специфичный ноутбук через VPN работает. Так, смотрите, есть документация. Она есть в Word файле. Я думаю, что она будет вместе с модулем идти и еще будет там отделу документовводов, чтобы они это точно так же на сайте выложили. Да, будет набор статей стандартный, традиционно для Bitrix24. По вопросику вы можете их почитать. Мы расскажем про эти кейсы, во-первых, и более детально покажем, как с ними работать. Все-таки, чтобы люди понимали, что это штука для именно определенных задач. Именно простенько работать тем клиентам, которые не готовы платить. Ну, вот сколько стоит интеграция стандартного нашего модуля? От 40-ка там минимум и улетел. То есть вот мелкая компания, условно, моей супруге, никогда в жизни не заплатит столько денег. У нее просто столько денег нет. Соответственно, вот тут пришли 3000, поставили не глядя этот модуль, встал-встал, не встал, извините, развернулись, ушли, денег не получили. Очень быстро, легко, не нужна какая-то суперквалификация менеджера, потому что там все далее, 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 и все заработало. И он уже рад, вы сделали ему интеграцию внутри Bitrix24, и ее устраивает, потому что у него там 2-3 счета в день. Это благо, что они там есть. Подскажите, пожалуйста, вопрос, микрофон, давайте по очереди. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какая-то в этом сценарии работа с роботами и триггерами? Пока нет, но будет. Вот и все. У меня два коротких вопроса. Первый вопрос. Бывает такая история, когда, например, у клиента есть интернет-магазин, есть там работа с B2B сектором, и все, кто покупает через интернет-магазин, должны падать на одного контрагента. Это вообще возможно будет осуществить через данный модуль? И второй вопрос. У нас бывает история, когда клиент категорически не хочет делегировать базу в облако. Ну, там всякие секьюрные моменты и прочие странные загоны клиентские. Проблема понятна. На самом деле в этом случае подойдет модуль 11-синхронизация. Он имеет все то же самое, в принципе. Да только реестра нет. А реестра, кстати, можно сделать даже так. Для реестра не нужно публиковать базу в тонком клиенте. Достаточно только веб-сервис сделать. Потому что вот именно для первого сценария нужно еще тонкий клиент публиковать. Для веб-сервиса нужно только публиковать. Для реестра нужно только веб-сервис публиковать. То есть там с безопасностью уже будет попроще. И опять-таки это для простых клиентов, у которых очень много облачников. Одного контрагента… Сложный вопрос. Смотрите, на самом деле вы можете сделать кучу сделок, даже в первом модуле или в этом сделать кучу сделок, и они прицепятся к одному контрагенту. То есть как бы… Но смотрите, в данном случае, наверное, без кастомизации модуля, наверное, такого не будет. В этом случае нужно в отчетах розничных продажах данные загонять. Тогда будет более правильно, потому что там же касса по FISA 54. Если вы будете собирать отчеты о розничных продажах, это законно и правильно будет работать. То есть там не нужно создавать документы. Если очень много людей будет это просить, это всегда можно сделать. Но на текущий момент модуль для синхронизации с B24 немножко про другое. Поэтому у нас сейчас выходит модуль для… В ближайшем будущем будет, где там будет интеграция уже интернет-магазина B24. Там уже, возможно, такую штуку мы и сделаем. То есть как бы все зависит от потребности. Еще вот вопрос маленький. Немножко вернусь к той же теме. Александр, вот. Если, допустим, у нас стоит большой модуль для синхронизации там счетов и контрагентов и, допустим, вот этот маленький для того, чтобы печатать акты и закрывашки накладные, справочник идентификаторов, они будут два разных или это будет один общий? Смотрите, фишка в том, что в новом модуле идентификаторы только будут по компаниям и контактам. Потому что если стоит флажок, чтобы они выгружались, они только не будут. Остальные идентификаторы, они в принципе и служебные, и никак они не фигурируют. То есть вы их вообще не увидите. В данном случае, если будут стоять два модуля, то да, у вас идентификаторы будут храниться в разных местах на текущий момент. Но настроить контрагентов, идентификацию контрагентов можно не только же по идентификатору, можно по телефону или еще по другому критерию, по которому они будут сопоставляться и не будут сдаваться дубль и будет поставляться нужный контрагент. То есть у нас могут возникнуть коллизии, если у нас там один идентификатор поставлен, здесь другой. Если данных будет недостаточно клиента, то да, теоретически это возможно. Но другой момент, то что если будет очень большой-большой спрос на модуль, то есть ничего не мешает эти модули как-нибудь объединить и сделать часть функционала, его перетащить именно в модуль синхронизацию. Или же синхронизацию перенести сюда, допустим, что-нибудь сделать, чтобы сделка создавалась и как-то там она обновлялась. То есть всегда это можно. Главное, чтобы нужно понять запросы, какие-то есть хотелки и от этого уже исходить. Ну и все-таки хочется эту штуку ограничить простыми сценариями, то есть не идти в какие-то сложные сценарии. Иначе начнется та же самая ситуация, вот как подтверждают, что человек сразу резко вырастет за интеграцию. И вы опять не сможете окучивать более-меньший бизнес, который в принципе тоже приносит деньги и может быть обслужен более низко квалифицированными кадрами. Тут уже вот вы можете ему предложить, они уже с вами работают, с вами познакомились, вы можете предложить нормальную интеграцию, перевести их на другую просто интеграцию. Это пропадет и перестанет работать, заработает полноценная, которая со всеми документами и так далее. Все-таки немножко разные вещи. Ну смотрите, в 1С там есть целый функционал, как он искает дубли. Он может сначала искать по внешнему модификатору, потом может искать, потом может быть, если не нашел ни одного, или не нашел ни одного, то он начинает искать уже по e-mail, если не находит, ну там все настраивается, сам список. Потом может искать по телефону, потом может искать по наименованию, то есть как бы там многоступенчатый поиск. Тогда сценарий реестра надо использовать. Надежность будет железобетонная. Да, да. С другой стороны просто. Смотрите, в данном случае у вас контрагент выгрузится, он может обновиться и может обновиться в зависимости от настройки. Подтянется вся информация, которая была в Bittrex24. Контрагент может обновиться в 1С, а может нет. Также там есть папочка, куда добавляются все новые контрагенты. То есть если у вас создался новый, вы всегда можете его найти. В папочке, допустим, называется в контрагентах «новые», и там его найти. Так контрагенты не обновляются и по умолчанию есть в этой настройке. Если у вас есть другой модуль стоит, вы можете в Bittrex24 обновить и тогда обновится в Bittrex24. В этом модуле со стороны Bittrex24 вы закрывающие документы, которые выгружаются в 1С, так не делается. То есть этот модуль нужно… Вы фактически в 1С их и создаете. Вы внутри интерфейса Bittrex24 открываете и фрейм 1С, и в 1С и работаете. Вы вызовете заказ покупателя вот в этом списке документов, создаться он в 1С, этот документ, а вы получите печатные формы, которые клиенту и отдадите. Заказ внутри 1С создастся. Еще раз, вы работаете в 1С. Смотри, откуда у вас заказ пришел? Вы руками создал менеджер? Ну вот. А как он пришел из Bittrex? Понимаете, из Bittrex он приходит… Вот, смотрят с охранизацией. Потом у вас создалась… Эта сделка была. Потом вы… Да хорошо. С этой сделки потом что вы захотели сделать? Какой-то печатный документ или что вы захотели сделать? Формирование. Просто печатаю форму. Формирование. Формирование. На текущий момент, кстати, я тоже думал такую фишку, то что… Понимаете, получается, что у вас есть один модуль и есть функционал другого модуля. И на текущий момент вы не сможете… Первый модуль у вас не сможет использовать функционал второго модуля. И в данном случае у вас будет сделка, но у вас не будет ссылки на эту сделку из… Да, ее не будет. Да, 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 да. В этом совсем проблема. То, что… Хорошо, а если я через этот модуль парнирую сделаю… Смотрите, если в этом модуле вы находитесь в ВКонтакте или в Лиде, или еще где-то, создаете сделку, то у вас какая-то сущность, от которой ВКонтакте или в Лиде, у вас будет ссылка на этот заказ. Хорошо, потом на основании этого заказа я буду создать… Не печатаю форму. На основании этого заказа в 1С вы можете создать там другой документ. Нет, который проведется, делает все неприятные соответствия. Ну да, но… Потом я его вытащу, с подчиненных документов, там документов или с каких документов вы будете вытаскивать. Точно можно с заказа вытащить с этого сущность. С подчиненных, да. Да, но посмотрим, можно ли будет выгрузить именно с подчиненных документов. На текущем моменте, думаю, что это не реализовано, я не проверял, но если нет, то сделаем такое. Это делается быстро. Ну то есть, в моменте… Еще раз, если я… Если я это делаю через… Потом я, оказывается, где-то заказ открываю, просто создать наставание. Да? Да? Да. У вас открывается вовслейдер 1С, то есть получается… Что говорит? Как веб-клиент получается. Ну да, то есть вы открываете 1С в окне. Тут есть момент, то, что если вы создали подчиненный документ, допустим, у вас есть заказ, вы сделали реализацию, наставание реализации вы сделали печатную форму, какой там печатной формы, торг-12, например, и с ней выгрузить, чтобы она прицепилась в эту сущность, которая первоначально его заказывала. Вот тут от него это проблема. Я сам не знаю. Возможно, он не прицепится. Надо посмотреть, чтобы… Возможно, это реализовано, возможно, что у меня стоит условие, что-то кнопка добавится только на тех сущностях, ну, на тех документов, которые первоначальные. То есть надо посмотреть, как реализовывать. Как их обслуживать? Все очень просто. Да, понятно. Но, клиент, может быть, посмотреть на самое главное, что цена будет ниже, и когда клиент условно не может заплатить хороший чек, предлагаете альтернативу. Так. Ну да, кстати, у вас, в этом случае у вас не проплюнет. Смотрите, по-хорошему можно было бы сделать, если так делать, то сделать сделку, чтобы она появилась ссылкой этого документа, кликайте на ссылку, и там в самой 1С сделает счет на основании, и этот счет прицепится сам, в 24 с вриалтами. Но я говорю, что сейчас разные модули, у них разный функционал, и нельзя сейчас часть функционала с одного модуля перетащить на другой. То есть нужно немножко доработать модуль синхронизации. В дальнейшем, может быть, это будет сделано. Что говоришь? На текущий момент только контрагент, да? С другой стороны, не нужно синхронизировать ни товары, ни других, а товарах там это и цены, и остатки этого. Это боль на самом деле, B24, поэтому это все делается в 1С, а контрагенты, как этот CRM, это все B24. На суммы, да, то есть вы не сможете смотреть аналитику B24. Есть такой момент. Мы периодически ведем вебинары, по которым, правда, вебинары больше по части по бус. Есть на… Так, есть на нашем ppartners.ru, я там бываю постоянно. Техподдержка дает только в экстренных случаях, когда уже там все, уже они решить ничего не могут, только дает мне, это очень редко бывает. Ну, я не знаю, возможно. А так я частенько обитаю на нашем портале партнерском. То есть там есть своя группа по новому модулю синхронизации и там еще можете мне писать какие-нибудь там вопросы, можно пообщаться. Ну, есть, да, шансы. Если у меня работа как бы… Нет, шансы, на самом деле, я там очень часто как бы оперативно общаюсь, как бы на самом деле. Просто иногда бывает, что мне завал какой-нибудь там и нужно аврал, тогда реже, но так как минимум пару раз в день я захожу на этот портал и общаюсь. Нет, на самом деле для меня это и долго. Я как бы стараюсь вообще намного быстрее отвечать. Да, парни. Да, да, да. Смотрите, приложение такого кейса, когда 1B24 и 221s такое не поддерживается. Нет, смотри, фишка тоже. 1S могут быть несколько, а вот B24 список-то будет один. Я не знаю, можно ли поставить это приложение два раза, кстати, его же нельзя поставить, привались, можно было. Нет, тут говорится, что бы этим модулям новым, одно приложение 24, а что было… Тут проблема, на текущий момент такого нет возможности. То есть получается один портал, можно несколько DNS, а чтобы в несколько порталов… Нет, а чтобы с 1B24 сразу в несколько DNS такого нет, а чтобы одна DNS с нескими порталами может работать. Да, ну как бы… Что говорят? Давайте вот сейчас там вот выйдем и там пообщаемся, что я уже… Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.